хей ой с вами шимики и сегодня мы поиграем в одну довольно старую игрушку с моего детства игра если я не ошибаюсь и 1997 года это розовая пантера право на риск решил я все-таки до квестик записать с довольно староватый но квеста квест играю я на разрешение это вообще знаете для самых первых компьютеров игра она только на разрешение 640 на 480 поэтому не являйтесь что звуки там какие-то скрежет и либо еще что-то типа того потому что вы понимаете насколько игра старая есть довольно много игр которые довольно прикольный и довольно старые такие как пижамы рыбка фредди вот розовая пантера еще другие спасибо что пришли так быстро это очень важное задание еще про машинку поэтому я вызвала на вас может быть что-нибудь выпьете сейчас она как пенчик замутит не буду кривить душой пантера вас будут подстерегать опасность я сука раз отрываю переход проходил это жесть ждет слава пантер работа работа долгие часы темные ночи я не боюсь темноты инспектор думаю вам это известно придется иметь дело с влиятельнейшими политиками мира это звук пердит не более 11 лет что-то я не совсем понимаю не молод очень знаю с помощью бандикаму поэтому может быть со звуком какие-то проблемы либо фрезы некоторые из них сыновья и дочки дипломатов и премьер-министров другие занимаются политикой защитой природы наукой в общем очень непростые дети но всех их объединяет одно так и что же это они умны очень очень умны не может быть я верю дети наше будущее дать им хорошее образование и вперед какое заманчивое будущее эти дети отличная мишень для террористов надо присматривать за ними охранять и доставить их домой в целости и сохранности быть при них нянькой отнеситесь к этому очень серьезно мы говорим не только о мировой политике но и о летнем лагере летний лагерь посылаете меня в летний лагерь это не просто лагерь он называется звонкое эхо-хо звонкое эхо что не огорчайтесь инспектор если что-то случится если деткам будет плохо их влиятельные родители сойдут с ума мир во всем мире будет под угрозу мир во всем мире в тартарары это может разжечь новую мировую войну не больше не меньше нельзя терять ни минуты дети приезжают в лагерь сегодня каждому из них предоставлен личный самолет покажи мне мой самолет и я исчезу небольшая проблема у нас нет самолет обижаете я сообразительный малый просто дай мне адрес а я уж как-нибудь разберусь боюсь это совершенно секретная информация никто не должен знать где находится звонкое эхо-хо даже вы это жесткий продержи а как я по вашему попаду туда воспользуемся нашим секретным волшебным каналом по волшебным каналам ни за что в прошлый раз я после этого три дня в себя приходил вся шерсть чуть не выпала рот был как ватный не хочу никаких волшебных переносов никогда я просто хочу убедиться что между нами достаточное расстояние вы у меня в долгу большом долгу да да согласен я сначала думал что-то у меня какие-то проблемы со звуком когда кто-то что-то говорит какой замечательный лагерь кажется меня сейчас у меня такая слабость мне необходимо ощутить твердую почву под ногами спасибо если богу угодно чтобы я летала он должен был дать мне крылья я говорю о больших металлических крыльях как у самолета а наверно когда только у нас все начиналось именно все равно микро пердежи есть а дальше когда только видео начиналось наверно там было видно пасхалку когда он сканировал зубы у нас здесь было сверху получается а если там какой-то будет предмет хотя не разворачивается но ладно так доску возьмем где немного помню эту игру локации какие были примерно но такой на самом деле о розовая пантера добро пожаловать в звонкое эхо-хо на первую ежегодную детскую конференцию дети со всех концов планеты будут обсуждать здесь проблему сохранения мира да я слышал это замечательно ты уже видел кого-нибудь из наших многонациональных но одинаково одаренных и топс пока нет в чем же день а глядись мы рады что ты с нами замечу он сказал питомцев профессор и вот это я тоже удивлялся типа полисус который застал чертям даже домики короче есть когда вот это значок какой уже на хитроумное изобретение фон шляпы может он покажет меня как это работает когда такие атака хер значит мы можем с этим взаимодействовать закрыто мне нужен код и должно быть это жилище фон шляпы на но самым все еще в этой адской машине розовая пантера это я твой старый группа ушла я здесь мне жаль шляпы попробую вытащить тебя откуда успокойся без паники что-нибудь придумаем смотрите когда мы взяли вещи да где типа инвентарь инвентарь нужно нажимать на пантеру и тогда открывается инвентарь и тут довольно громко все дело короче нам нужно сюда в самолеты перейти прошу прощения но у самолета еще не чищены покрышки короче нам нужно подойти сюда и взять то что здесь находится внутри гаечный ключ это нам поможет чтобы освободить шляпы нам короче и взаимодействием вот он подсвечен желтым и то есть чем мы можем взаимодействовать я же говорил что вытащу тебя слава бога как давно мы не виделись друг мой как давно я даже не мог себе представить что ты здесь конечно нужно было превратить это место в страну чудес для детвады ты еще не видел мои потрясающее изобретение супер поглотите только одной из них не возражаешь если мы разложим все это по местам давай не хочу не помочь как все происходит шустро молодец пантера я рад что ты здесь смотрю ты нашел мою аэродоску знаешь на ней можно летать а ты видел мой чудо поймал и еще нет а что это одно из моих лучших изобретений выбираешь время года и пожалуйста свежее зимнее утро и совсем не холодно правда здорово можно я попробую это потрясающе здорово да кстати но строго между нами это секретный коп открывающий вход подвал о чем вы там шепчетесь я сказал что успех звонкого а вот это короче злодея еще раз вы все кровать шампанское я из большого совета лагеря наша комиссия будет проверять вашу работу мы должны быть уверены что детям хорошо все ваше оборудование должно соответствовать строгим стандартам безопасности антен как бы нам избавиться от этих собак умоляю повторяемые пришли проверить вашу высокотехнологическую ерунду для это все повторяемые пришли это лицовский потери сумму с вами ческую ерунду для это все сейчас мы покажем видели когда-нибудь аэродоски какая еще аэродоска это скейтбол который летает его предельная грузоподъемность отлично работает эта штуковина так дальше у нас есть какие-то реактивные кошки вот это пошмаки на пружинках башмаки на пружинах ясно башмаки на пружинах как мило ничего если мои люди поближе ознакомиться с ними только убедитесь что поставили программу для начинающих для начинающих не смейся давай-ка заводи на всю катушку а там посмотрим как скажет больше мы его не видели так хорошо но предупреждаю один просчет и я закрою вашу лавочку а где же луи где луи будем считать что вы нас предупредили не умничай пантера терпеть не могу умников вы предпочитаете тупых пантер босс заткнись простите босс я же ничего не сделал так а что в этом подвале запчасти всякие но он закрыт на кодовый замок а вот мне неизвестен так и запишем нет кода ну ладно можете работать а мы отправимся на поиски луи но мы не прощаемся от этого парня жди одних неприятностей это точно пойду к себе почитаю решение большого совета лагеря постучите если я вам понадоблюсь отличная бысь а я тем временем сделаю себе легкую очищающую маску из киви и цитруса моя кожа ужасном состоянии и если что я буду у себя хорошо не беспокойтесь я как-нибудь сам справлюсь детишки по приходили пойдемте по домам пошастаем ух ты как бы я хотел побольше выяснить об этом 20 панели интересно каково происхождение этой штуковины где он ли это что за домик вот и китай интересно каково происхождение этой штуковины как бы я хотел побольше выяснить об этом ухты короче по ходу на вредах ты и только короче в каждом домике будет какая-то атрибутика той или иной страны альпах индия тибет что дальше интересно каково происхождение этой штуковины это у нас короче арабские какие-то эсмираты по шрифту я понял флаг я не знаю настоящий ли такой у них или нет что здесь так это австралия сразу видно это индия это шива а потом этот тач махал да это египет вот египет индия привет меня зовут че он я из египта мое имя переводится как дочь нила я обожаю скорость мой папа посол его зовут адольфа я умею писать иероглифами правда меня зовут розовая пантера а что это такое большой код объевшийся малиновым вареньем она что дальше сейчас я угадаю это звонкая эхо-хо как тебя зовут это очень одаренный юноша из пекина ну разумеется не более и не менее и другие способные ученики ну в общем ты меня понял прошу меня извините пекинцы бед да да похоже из австралии это меняется я креной житель австралии мне всего девять лет но я уже лечу людей моего племени лекарственными травами я знаю все о природе мой тотем крокодит китаец индия англия совершенно не хочется плавать то познакомиться с парнем совсем не познакомился даже с крошкой наджелом он застенчивый ребенок но тебе надо как-то растормошить его мое имя инград не я независимая женщина индии понятно женщины должны иметь равные права с мужчинами я буду бороться за то чтобы мои дочери жили достойно я очень люблю древнеиндийскую мифологию мое имя инград означает небесная богиня и уплыло давай ты знаешь где находится будто так вот я оттуда я буддист и живу с монахами в монастыре у меня очень много друзей по переписке из разных стран а теперь будет еще больше башки эти 5 положите а китайцы то кто тогда у вас был это был не китай совсем не познакомился даже с крошкой наджелом он застенчивый ребенок но тебе надо как-то растормошить его ясно она плевать пойдемте сюда в подвал у нас код есть в принципе сразу что у нас выделяется удочка всегда можно найти время для рыбалки ага и все но еще это выделяется по сути тут ничего нету ладно порыбачу может найджел нас заметит привет как тебе зовут меня зовут найджел я из англии я еще пацифист я очень аккуратный я отношусь ко всем с любовью и с уважением я впервые владели поэтому прошу не смеяться надо мной ты любишь рыбалку когда убивает рыба мы не станем их убивать мы выпустим их обратно наверное больно попадаться на крючок думаю да но самую малость это как крошечный слабенький укольчик ой 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 как больно ну что я тебе сделала укольчик да прости меня а если я подцеплю тебя на крючок тебе понравится приятел никогда больше не буду ловить рыбу у тебя есть шанс исправится милитарист принеси свою смертоносную палку мне и я позабочусь чтобы никто больше от нее не пострадал смертоносную палку удочку да конечно так хорошо а вот еще два мальчиков хотя совсем не так как моей стране я бы очень хотел когда-нибудь приехать твою страну и ты обязательно остановишься у меня дома манюшли пакет как быстро пролетел день про постельку мои обожаемые детки отбой завтра с утра у нас семинар знакомство с иностранной культурой спокойной ночи к юмакэну увидимся утром найджел приятных тебе снов спи крепче ха-ха-ха ха-ха-ха-ха прекрати хихикать юмкли спокойной ночи розовая пантера остеягайтесь ночных нащекомых детки так и тут а так они походу забрались все таки в этот походу на металл Рука, вчера здесь, этого не было. Блядь, коты затолпали. Как же котики надоели, поехали наверх. Интересно, мог бы я вот это все взять? Иду. Видишь, он очень возбужден, 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 возбужден. Майджел, что тебя так огорчило? Замолчите. Я ненавижу это место, ненавижу эти домики, эти озера. Я ненавижу вас, ненавижу этот лагерь! Это грязная свалка! А не мог бы ты успокоиться? Хочу домой. В Англию! Англия слышит! Англия знает! Мне здесь невыносимо эта грязная свалка! Свалка, слышите? Ну, похоже, а вот твое следующее слово, преувеличение. Преувеличение? Преувеличение? А-П-Р-Е-У-Величение. Преувеличение. Оставьте меня, я вас всех ненавижу! Как ты думаешь, что с ним? Кажется, он произносит по буквам не так резво, как раньше. Ну, зачем-то так. Хочу домой. Хочу домой. Хочу домой. Неужели? Домой? Вот именно. Что такое? Надо что-то делать. Большой совет лагия выгонит нас. Он хочет домой. Если Магомед не идет в горе, мы займемся Магомедом после того, как позаботимся о Найчеле. Я быстренько смотаюсь в Англию за его любимыми вещами. Он будет счастлив, как молюсь. Ненавижу это место. Хочу домой. Хочу домой. Я буду в столовой. И зайди ко мне перед отъездом. Я там тебе кое-что в дорогу. Чё, давайте сходим. Розовая пантера. Я изобрел для тебя прибор путешественника. Прибор? Путешественника? Не просто прибор, а такой персональный пик. Твой пик компактный. Твой пик розовый. Это твой портативный информационный компьютер. Повтори, пожалуйста. Он позволяет нам нормально общаться и дает информацию о местах, которые проезжаешь. Как раз для твоей поддержки в восхитительный Лондон. Сколько бы ты заплатил за такой трибом? У меня никогда не было электронного помощника. 200 долларов? 300 долларов? Сегодня я дарю его тебе. Бесплатно. Знаешь, с помощью пик ты узнаешь такое, что ты даже не знал, что когда-нибудь это узнаешь. В общем, много нового. Он расскажет тебе всё о любой стране, в которую ты приедешь. Просто жми на кнопки снизу и на стрелки вокруг колеса. Управление больше некуда. Щелкай стрелку, пока не выберешь нужную страну. А теперь щелкай долгую стрелку, чтобы выбрать нужную тему. Щелкни кривую стрелку и не успеешь ты пять раз произнести «Я очень хочу манной каши», как окажешься на нужной страничке. Щелкни одну из картинок, чтобы перейти на информационные страницы. Там указано множество различных фактов, о которых большинство даже не подозревает. Щелкнув правой кнопкой на объект, вы получите ограниченную информацию о нём, но стоит вам увидеть символ пик, мигающий внизу, слева. Вы можете щелкнуть, напрямую выйти на страничку, которая предлагает гораздо больше информации о том или ином предмете. Даваю тебе это крупнейшее изобретение с тех пор, как придумали надувную жевательную резинку. Честное боговое слово. Окей. Так, давайте теперь с ней поговорим, что она какая-то сгибала мне очень довольная. Мне здесь не нравится. Хочу домой. И не нравятся дети из других стран. Индрани, что мне сделать, чтобы тебе стало лучше? Подойти поближе. Вот теперь я, глупая кошка, немного лучше. Она изменилась. Да-да. Так, ладно, как мне перемещаться? А, на стрелочку, точно. Ты же не пешком пойдёшь в Англию, не так ли? Так, слушай, а новость... А на меня-то не нажимается уже? У меня сейчас нет времени для плавания. Так... Я-я здесь. Она ж не нажимается. Шо за бред? Мне казалось, что ты собрался в Англию. Спеши. Ну, а как мне открыть, алло? Инвентарь. Странно. Я теперь не могу на Пантеру нажать. Ладно, давайте, я думаю, тогда на этом закончим с вами. В следующей серии, если я смогу открыть менюшку, мы отправимся уже... Хотя, подождите. Песни. Что-то я реле, я не могу на Пантеру нажать. У меня сейчас нет времени для плавания. Ладно, давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok